всем привет сегодня в работе вот такая вот цепочка с крестиком здесь сломался карабин как правило всегда здесь в таких карабинах только пружинка выходит из строя язычок не работает не фиксирует свое положение и попросили сделать следующим образом убрать карабин и спаять цепочка между собой чтоб цепь была без замка одной целой цепочкой значит что я могу здесь предложить какая будет работа убираю карабин здесь есть такое кольцо и такое же кольцо другого конца два одинаковых кольца два кольца соединяю между собой то есть одно кольцо раскушу продену во второе кольцо и спаяю колечко колечко имеет круглую форму но я сделаю следующим образом колечки я немножко сожму то есть сделаю форму цепи практически идентично то есть она будет вот такой вот продолговатая не круглая а уже вот такой продолговатая значит можно следующим образом поступить можно раскусить дужку на замке а можно раскусить дужку на этом колечке вот чтобы раскусить колечко не по целой проволоки а по месту пайки вот здесь естественно это колечко было паяно а как увидите 9 припоем сейчас я нагрею колечко припой должен поменять свой цвет металл тоже поменяет свой цвет и я увижу где есть пайка потом либо я могу раздвинуть при нагреве когда припой уже потечет либо я немножко слегка нагрею поменяем цвет я увижу где место спайки и раскушу кусачками скорее всего наверно так я не сделаю не буду слишком много нагревать для того момента пока потечет припой и потом пинцетиком йогу это колечко раздвигать поступлю именно легким нагреванием и после раскушу кусачками и так пистолетом нагрею вот прогреваем да вот уже видно где было место пойти все сейчас остынет и я здесь раскушу вот при почек поменял цвет металл поменял цвет то есть я вижу разницу по цвету и также я вижу сам припой в этом месте я и перекушу да и после еще попросили эту цепочку с крестом отбелить сделаем отбел вот из такой грязной цепочки сделаем молочную матовую цепь полировать я не буду до блеска чтобы было полированный серебро сделаю молочного цвета и так друзья все колечко остыло я здесь вижу где мне перекусить вот такие вот кусачки и здесь сейчас перекусим все раз и готово теперь берем такие маленькие пассатижи раздвигаем колечко снимаем карабин который сломался теперь равняем цепочку вытягиваем цепочку выбираем направление и по тому как вот вязаны звенья направление вязки также соединяем второе кольцо растянули цепь уложив ее и теперь берем один конец тот что сейчас раскусили в этом же направлении и второй конец берем в этом же направлении и соединяем соединяем так чтобы звено легло с направлением вязки видите здесь вот такая вязка такая вязка то есть звено ложится вот таким образом сейчас я запаиваю после сожму пассатижами дам из округлой формы прямоугольную форму колечком и после выкручу звенья потому как сделан основной все сейчас в этом месте я запаиваю соединяю соединяю и запаиваю так подтяну кончики соединились а можно паять сейчас профлюсую беру вот так пинцетик окунаю в плюс плюсую еще раз прорисовать хорошенечко потому как цепочка грязная отлично еще раз смотрю как соединено звено можно применить третью руку здесь у меня есть вот полоска припоя для серебра и вот маленькая капелечка припойчика я уже отстриг сейчас я его сделаю в шарик маленький шарик на пинцетике собрал нагреваем звено и наношу припой так одного шарика не хватает припоя поэтому сейчас еще полосочку возьму из полоски добавлю припойчика чтобы он растекся нежно ровно все припойчик растекся нежно ровно закрыл весь шов шов был неровный от кусачек я его не подрабатывал над филечками чтобы не делать опилок лишних а вот так прям кусачками отстриг и сразу же припоем добавил и забил шов можно и так и так кто-то скажет что это ненадежно неровно но нет ребят я вам скажу так что если вы пропаяли шов равномерно одним слоем все залито припоя достаточно то он будет очень крепкий и надежно такой же и в том случае если как вы будете ровненько подгонять стык в стык сейчас он остывает я его это кольцо и следующее кольцо рихтую пассатижами поджимаю выкручиваю звенья а после сделаем чистку так друзья вот я даже сейчас еще цепь не отбеливал как есть просто она сейчас остыла и я беру вот такие вот маленькие пассатижи кусачки и сейчас я вот так вот буду поджимать колечко до того состояния чтобы она была одинаковая с цепочкой если вы не видите на глаз размер то можете промерить на штанген замеряем получается 88 едва сейчас замерим кольцо получается 8 и 58 чуть-чуть еще немножечко принять и просто на глаз раз и три десятки чуть-чуть надавил а так из кольца замерим все 8 и 2 вот так глаз алмаз можно так сказать но скажу я вам так зрение с возрастом конечно падает это чувствуется это досадно вот сейчас второе колечко поджимаем также лучше сначала не дожать чем сначала пережать не дожмем потом постепенно подожди а если пережмем то будем растяните ведь это не есть хорошо лучше поэтапно поджать ну вот чуть-чуть немножечко все 8 и 2 великолепно первое колечко с двух раз третий колечко с трех раз что есть неплохо теперь смотрите цепь сделано вот таким вот винтом в эту сторону также и вытягиваем скручиваем новые свиньи которые только что сделали берем здесь берем здесь и сначала пальцами и руками вот так раз раз и выкручиваем все ведь великолепно цепочку выкинуть но еще можно чуть-чуть немножечко докрутить да докрутить немножко здесь и здесь вот все великолепно ну так вот теперь надо ее отбелить почистить но сейчас я отожгу всю цепь пользоваться буду теперь большой горелкой большим пламенем флюсую отжигаю и снова флюсую снова отжигаю и вот бел общую температуру даю по всей цепочке раз горит грязь но смотрите ребята не пережить держите чтобы у вас цепь не поплыла припой чтобы не поплыл очень грамотно отжечь нагреть то у вас поплывет цепь звенья спаяются и тогда вам придется не сладко еще поработать потрудиться цепь вот так вот смело покупаю и тут же отжигаю чтобы она покрылась равномерно бурой корочкой пробурил основательно теперь также укладываю ровняю и снова прожигаю хороший такой вот же делаю тоже основательный но так чтобы у вас не поплыл припой теперь уже нужно контролировать каждое звено так и отжигаю все полностью обжег сейчас она остывает и я ее отбеливаю в кислоте с крестом такая же история сейчас крестик тоже точно так же нужно отжечь разжечь во флюсе и его отбел очень мягким пламенем и не направленным а рассеянным нагреваем и обжигаем крест крест здесь сложный напаянно перекрест с иисусом и много припоев поэтому никакого направленного пламени здесь применять нельзя только вот такого вот рассеянное пламя чтобы было одновременно объемный прогрев креста чтобы не потек не расклавился припой ну до такого состояния конечно доводить нельзя смотрим по нагреву металла отжигаем весь крест теперь кипятим турку с кислотой с анбелом и бросаем туда и кипятим закипятили турочку крест и цепь так друзья после отбела помыл и сейчас просушил давайте посмотрим что получилось крест теперь выглядит вот так ну и цепочка и цепочка соответственно вот такое вот молочко не до блеска как раз полировать если серебро но все же близко горячий горячий еще ах еще горячий вот так выглядит теперь цепочка да ребята теперь вот так это выглядит вот такая стала цепочка ну и давайте посмотрим собственно говоря сам ремонт звенья теперь выглядят так без карабина ну и на этом ребята работа завершена до новых видеороликов 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 до новых видеороликов